В адрес России звучат угрозы из-за ухудшения ситуации на Украине, в том числе речь идёт об ужесточении санкций. Из-за этого отношения между Москвой и её западными партнёрами крайне обострились. Дополнительные меры, которые мы можем принять против России, будут предприняты дополнительные масштабные меры. Санкции против 21 человека. Развитие политических отношений между ЕС и Россией будет приостановлено. Мы будем работать над санкциями. Из-за политического давления со стороны Запада Россия стремится к большему сближению с восточными партнёрами, главным образом с Китаем. Это неудивительно. Всего за 30 лет из одной из беднейших стран мира Китай превратился во вторую сильнейшую экономику. Страна открыла путь иностранным инвестициям и разрешила приватизацию. В результате экономика КНР росла быстрее, чем крупнейшая экономика ЕС – Германия. Согласно журналу «Экономист», через четыре года Китай станет самой крупной экономикой мира. На этом пути страна уже преодолела важный этап и стала лидером мировой торговли. Что это значит для Москвы? Для развития экономики Пекину нужны энергетические ресурсы. На данный момент стороны договариваются о ценах на сибирский газ. Предполагается, что его будут поставлять самому крупному потребителю энергии в мире в течение 30 лет. К тому же Китаю нужен лёгкий доступ к европейским рынкам. Поэтому второе соглашение – о строительстве глубоководного порта в Крыму, который может стать новым транспортным коридором из Азии в Европу. Этот проект будет приносить Крыму по меньшей мере полтора миллиарда долларов в год. Независимо от санкций, сотрудничество между Россией и Китаем идёт полным ходом.